МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Пока модеры добавляют в ГТА-5 Таноса, я прямо сейчас устрою вам войну бесконечности против плохих новостей. Шансов на победу у вас нет. Смиритесь. Сегодня в выпуске. Казаки вообще ребята. Как настоящие атаманы судят виртуальных. Стримеры сражаются за декольте. Хорошо быть королем. А китайцы объявили войну PlayStation. А чтобы вы там совсем не скисли от жести новостей, предлагаю кое-что мягкое и поддерживающее. Игровое кресло Thermaltake X-Fit, по-моему, легко обставит все Игры Престолов. Трон настоящего геймера правильно держит царскую осанку. Выбрав любой из кресел серии X-Fit в магазине Бойлинг Машин, вы к тому же получите и царский подгон. Бесплатную клавиатуру X1 RGB от Thermaltake. С богатейшей подсветкой, которую можно синхронизировать со всеми устройствами от Thermaltake. Но самое главное в этом кресле – то, что его можно полностью подстроить под себя. Гамовер, ты подлокотники под меня подкрутил? Прикрутил. По высоте подкачал? Подкачал. Тогда начинаем. Вы, кажется, давно хотели воочию увидеть хозяина этого легендарного голоса. Властелина и амбассадора плохих новостей. Так узрите же! Ой, ачивка. И ты тут. Это моя передача. Простите, пожалуйста. Куда? Эх. А свое кресло с подарком и ссылку на магазин ищите теперь в описании. Вернемся к новостям. Все это очень похоже на какой-то лихой присвист. Но тут прошла информация, что Совет атаманов России подготовил иск в Международный суд. Цель – стребовать денег с украинской GSC Game World за серию «Казаки». Это наша корова, и мы ее даем, понял? Дескать, казаки сперва появились в Рязанском княжестве. А в Запорожье пришли 400 лет спустя. А потому все права на бренд «Казаки» принадлежат исключительно Совету атаманов. И пользоваться им абы кто не может. Теперь атаманы хотят 10% от продаж игр серии и даже готовы поделиться этими миллионами с казаками Украины. Мол, и нам хорошо, и хлопцам приятно. А игроделы не обеднеют. У них еще есть, цитирую, «Сталкер», «Варкрафт» и «Чернобыль». Интересно, а «Близзард» в курсе? И вообще, вот Лев Толстой, например, за повесть «Казаки» платил казакам процент? Не знаю, не знаю. Дело пахнет порохом и дичью. Телем! Дичь! Дичь! И очень надеюсь, что все это просто чья-то усатая казачья шутка. Дичь! Пароль! И шо ты страху? Сколько роков стою на кордоне, а пароль не поменялся ни разу, а? Ниндзя! Самый раскрученный стример, известный под ником «Ниндзя», переполз из своей твитчевой кормушки к конкурентам и поселился в миксере от «Майкрософта». Причин тому три. Деньги, деньги и деньги. Поговаривают даже, что речь шла о сумме в 932 миллиона долларов за 6 лет. Врут, наверное. Но так или иначе, миксер закрутился с новой силой, а к ниндзе прикованы взгляды тысяч людей. Так себе он ниндзя, так сказать. А вот от кое-чего другого миксер взгляды зрителей упрямо отводит. От декольте стримерш. Чтобы трансляции не влепили ограничения по возрасту, девушки должны носить строгую закрытую одежду. Твич такую допотопность пожурил и выступил в поддержку глубоких вырезов. Мол, почему это женские тела становятся неуместными, если не прикрыты одежды? Да. Вот и мы и говорим. Уместны. Еще как уместны. Мы вообще всей душой за уважение и за женщин. Ну верните, верните нам декольте. Я слишком стар для всего этого дерьма. Capcom созывает японское комьюнити на тест новой игры. Для участия нужно находиться в Японии и шарить в резике. Чуем пахнет тут ремейком третьего Resident Evil, о котором слухи ходят уже последние полгода. Володя, мы же тоже умеем бегать, Володя. Ё-моё. Будущее Unreal Tournament туманно. Когда разработчики брались за новую часть, вдруг выстрелил батл-рояльный Fortnite. И проект пришлось забросить. А теперь эпики и сами не знают, что делать со своей игрой. Дескать, та еще не нашла свою сущность. А они — время для поисков. Это вы, Гарри Бержерон? А кто спрашивает? Мы. Кто мы? Смотря кто спрашивает. Я. Кто я? Смотря кто спрашивает. Ну и жара, ребятки. Жара. Да не на улице, а в War Thunder. Ну-ка, давайте дружно все в бой. Задайте жару врагам. И получите в награду знаки отличия, чтобы затем обменять их на технику премиум-класса. Например, на первой в игре реактивный самолет четвертого ранга, американский Аэрокомет или советский танк БТ-7 Ф-32. Вроде бы легкий и быстрый, но со вполне взрослой пушкой. У врагов от такого сразу пригорит. Может быть, и на улице, наконец, потеплеет. Операция «Жара» продлится до 26 августа. Ссылка на подробности в описании. Отец киберпанковой настолки Майк Понтсмит рассказал, что у него есть роль в грядущей игре. Из подробностей добавил только, что когда Сильверхенд будет играть на гитаре, выйдет он, чтобы сыграть на басу. Скорее всего, выражается Майк фигурально. Фигурально. А вот разработчики «Киберпана-2077» заявили прямо. Карточной игры внутри компьютерной можно не ждать. А еще вряд ли дадут завести питомца. После накрывшей животный мир пандемии, купить зверюшку смогут только кибербогачи. Да, был бы у меня такой кот. Я, может, и не женился бы никогда. Мультиплеер Call of Duty Modern Warfare представит большие карты аж на целую сотню игроков. А еще в конце сентября начнется открытая бета кроссплатформенного геймплея. Если не прикрутят к геймпадам автоприцел, чую, не понравится консольщикам эта затея. Ух, будут их бояре колотить. Ну, вы там крепитесь. Фанаты «Зельды» недовольны ее китайским клоном «Геншин Инпакт». Причем настолько, что один из игроков в качестве протеста и крика души разбил свою PlayStation во время выставки «Чай на Джой». «Причем тут PlayStation?» Спросите вы. Очень просто. Именно на плойке эту игру и демонстрировали. Предлагаю запустить флешмоб. Пусть каждый китаец разобьет китайский клон чего-нибудь. Начиная с приставок и заканчивая автомобилями. Вот ведь грохот-то поднимется. Все хорошо. Можно сильней. К новостям кино. Режиссером второго «Венома» назначен Энди Голум Серкис. Кроме своей ненависти к хоббитцам, он известен еще и режиссерской работой над такими фильмами, как «Дыши ради нас» и «Маугли. Легенда джунглей». Да и на съемках «Хоббита» он уже совмещал актерскую игру с должностью режиссера второй съемочной группы. Ну что ж, ждем не кино, а прелесть. Ну и под конец немного магии. Компания «Слизерин» выкупила права на «Мастер оф Мэджик». Чем Волан-де-Морт не шутит? Теперь глядишь и сиквел наколдуют. «Фри-то-плейная Дестини» магическим образом телепортировалась с 17 сентября на 1 октября. А Дюк Нюкем преобразился как по волшебству. То есть это моддер перенес пять первых уровней Дюк Нюкем 3D на движок серьезного Сэма. А теперь к самому серьезному. К вашим комментариям. Роман L9 пишет. А я из будущего. И знаю, что Борис зачитал мой коммент в следующем видео. Ха-ха. Вот так вот. Похоже, вы действительно из будущего, Роман. L9. Но раз такое дело, напишите, когда выйдут шестые свитки. А я обязательно проговорюсь. Я и не рассчитывала, что вы сохраните тайну. Но это не страшно. Почему? Потому что вам все равно никто не поверит. Данила Филатов пишет. Борис, прошу в срочном порядке передать координаты тех демонов, которые вам дизлайки ставят. Мы с товарищами скинемся на выстрел орбитальной пушки. Не торопитесь, Данила. Вот выйдет Doom Eternal с новыми пушками, тогда и сочтемся. Хороший, плохой. Главное, у кого ружье. Ну вот как-то так. Что теперь с этим делать, вы знаете. Лайк топырится, подписка краснеет, колокольчик просится под руку. Все как всегда. У нас стабильность. Наша телега и группа ВКонтакте вас ждут. И я обязательно вернусь ровно через неделю. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok